Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу о парне, который проспал пять сотен лет, а когда проснулся, оказался самым умным человеком на Земле. В 21 веке эволюция человека достигла своего пика. С этих пор процесс развития начал двигаться в обратном направлении, в сторону отупения. Разумные люди в мире будущего стоят на грани вымирания. Как, например, Тревор и Кэрол. IQ молодых людей около 140, и у них нет детей. Так как они считают этот шаг ответственным. Их прямая противоположность – Клеван и Триш, с IQ ниже 90, у которых уже 5 детей. Спустя 5 лет у Тревор и Кэрол все так же нет детей, тогда как у Клеван и Триш детей становится только больше. И так продолжалось десятилетие. Тупые люди размножались как кролики, в то время как умные вымирали целыми семьями. На дворе 2005 год. Капрала Джо Бауэрса выбирают для необычного эксперимента. В Пентагоне на брифинге Коллинз рассказывает, почему именно Бауэрс был выбран участником для эксперимента, который заключается в глубокой заморозке. Таким образом, правительство США хочет сохранить своих лучших людей до тех времен, когда они могут понадобиться стране. Бауэрс не самый лучший человек, зато он отличный кандидат на роль подопытного, так как в случае неудачи парня даже искать будет некому. Но возникли проблемы с поиском женщины для эксперимента, поэтому военные обратились к гражданскому населению. Отличным кандидатом была выбрана девушка по имени Рита, наследница древнейшей профессии. Цена за участие в эксперименте – снятие с Риты всех прошлых обвинений. Даже ее сутенер по кличке Апгрейд согласился отпустить девушку на год. По словам Коллинза, подопытных поместят в заморозку на год, а если эксперимент удастся, то людей можно будет помещать в криогенные камеры на целые века. Джо и Риту помещают в саркофаге. После того, как камеры закрываются, ученые закрывают бункер с криокамерами на год. Только вот самого Коллинза арестовывают за связь с утенером Риты, а сам Апгрейд получает двойной срок. Таким образом, люди, которые хоть что-то знали о Бауэрсе и Рите, оказались в тюрьме. Остальные же просто забыли о проекте. Спустя пять сотен лет, в 2505 году уровень интеллекта человечества снизился до уровня табуретки. Основной проблемой населения будущего стали горы мусора. С одной из гор сходит мусорная лавина, которая приносит саркофаг в квартиру парня, смотрящего по телевизору типичное ТВ-шоу будущего. Из камеры появляется Джо, спрашивая, где он находится. Хозяин квартиры, встав с кресла унитаза, выбрасывает Бауэрса в окно. Доковыляв до госпиталя, Бауэрс попадает на прием к доктору, у которого в кабинете находят журнал с датой выхода 2505 года, посчитав это опечаткой. За посещение врача Джо выписывают чек, на котором стоит та же самая дата, что и на журнале. Осознав, в чем дело, Бауэрс поднимает шторку на окне, убеждаясь в том, что мир очень сильно изменился. Не обнаружив на запястье у Джо штрих-кода, доктор нажимает тревожную кнопку, из-за чего Бауэрсу приходится смыться из больницы. Блуждая по городу, Джо убеждается в том, что наступил полный крах. Уровень интеллекта населения можно оценить по фильму под названием «Задница», который крутят в течение 90 минут на экране. Покинув кинотеатр, Джо замечает девушку, пинающую автомат, который не выдал ей купленную еду. Когда Буянка уходит, Бауэрс подходит к автомату, прибывает на ряд полиции на тревогу о нападении на автомат с едой. Заметив, что у Капрала нет татуировки со штрих-кодом, копы быстро арестовывают Джо и усаживают в машину. Оттуда Бауэрс замечает второй саркофаг, в котором была Рита. На суде Бауэрсу предоставляют адвоката, которым является тот парень, выбросивший Джо из своей квартиры. Долго не церемонясь, Капрала считают виновным в ограблении больницы, ведь он убежал, не оплатив услуги доктора, а также за то, что у него не было штрих-кода. Джо провожают к аппарату, который набивает парню татуировку. Вместо имени Бауэрса набивают «не уверен». После этого конвоир сопровождает Джо пройти тест на способность, чтобы определить его IQ. На вопрос, для чего конвоир объясняет, чтобы определить, насколько парень умен, и дать ему соответствующую работу в тюрьме. Решив задачки, с которыми бы справился даже шимпанзе, Джо отвозит в тюрьму. На входе через окно Бауэрс обращает внимание на тюремный двор, где какой-то жердяй сидит на заключенном. Заметив Джо, жердяй показывает на него пальцем, предупреждая, что он будет следующим. Рассчитывая на тупость местных охранников, Джо обращается к одному из них, объясняя, что он должен сегодня выйти из тюрьмы. Охранник отвешивает Джо оплеуху, называя кретином и показывая, в какой очереди он должен находиться, чтобы выйти из тюрьмы. Бауэрса нет в списке отсидевших, но парню ничего не стоит по пустому коридору сбежать из тюрьмы. Джо возвращается в квартиру адвоката. Угрожая, что того лишь от лицензии посадят в тюрьму, Бауэрс вынуждает его помочь. Джо узнает, что в этом мире существует машина времени. Но она очень дорого стоит, да и ломается постоянно. Ведь ее давным-давно изобрел какой-то умник. Джо обещает Фриту, что когда он вернется в 2005 год, то откроет счет на имя адвоката, где через 500 лет будет лежать уже 30 миллиардов процентных долларов. Фриту очень любит деньги и соглашается помочь, но перед этим они должны найти Риту. Отыскав девушку, Джо забирает ее с собой и все вместе они скрываются от копов. По дороге камеры засекают штрих-код на руке Джо, поэтому машина Фрита глохнет. Ребята успевают выйти из нее и тут же налетает куча полицейских, изрешетив машину адвоката. Троица прибывает в огромный город торгашей Костка, откуда отправляется шаттл, который доставит их до машины времени. Рита уходит в туалет. А Фрита, увидев полицейских, уезжает на шаттле, оставив Джо, которого снова арестовывают. На этот раз Бауэрса вместо тюрьмы привозят в Белый дом. Из-за того, что по результатам тестов Джо оказался самым умным человеком на поле, поэтому его сразу же назначают министром внутренних дел. На выступлении президент Америки показывает на Джо, сообщает своим избирателям, что этот парень самый умный на планете и он поможет человечеству решить проблемы с урожаем. Правда, после этого президент обещает, что Бауэрс всего за неделю еще и решит проблемы с полевыми бурями, а также поднимет экономику. Первым же приказом Бауэрса приводит Фриту, у которого Джо спрашивает дорогу до машины времени. Но из-за тупости адвоката получается узнать лишь то, что машина времени около музея. Джо требует найти Риту, так как она является важным дополнением к нему, после чего отправляется вместе с толпой министром проверить, почему не растет пшеница. В поле Фрита передает Джо карту до машины времени, которую сам нарисовал. В этот момент приводят Риту. Бауэрс ведет девушку в кусты, предупреждая, что они сейчас сбегут. Только вот по нарисованной Фрита карте сделать это не представляется возможным. Возвращаясь обратно, Рита и Джо попадают под форсунки орошения, которую вместо воды поливают урожай пшеницы энергетиком. В этом мире не используют воду, ведь она ассоциируется у населения с водой в унитазе. Министры против этого, но Джо, применив смекалку, убедил всех, что умеет разговаривать с растениями. И те ему сказали, что хотят обычной воды. Спустя несколько дней Бауэрса снова арестовывают. Но уже из-за того, что он начал использовать воду вместо энергетика, из-за чего акции компании, производящий напиток, упали до нуля. А компьютер автоматом уволил всех сотрудников, которых там работала половина населения страны. Джо приговаривает к ночи реабилитации. Правда, она может стать последней его ночью на земле. На арену выезжают два монстр-трака. Джо тоже дают какую-то колымагу, закинув в багажник огромный камень, которому Бауэрса пристегнули, чтобы он опять не сбежал из тюрьмы. Рита не может наблюдать по телевизору за тем, как траки разорвут Джо. Девушка подходит к окну и замечает, что под землю пробивается первый росток. А это означает, что Бауэрс оказался прав, и пшеница может вырасти, если ее поливать водой. Приехав на стадион, где проходит реабилитация, Рита рассказывает президенту о ростках пшеницы. Но тот ей не верит, так как ничего не видел. Девушка подкупает оператора и просит Фрита съездить с ним на поле и заснять урожай, а сама пробирается на пульт управления. Тем временем Джо хитростью разделывается с обоими монстр-траками, но водитель одного из них с огнеметом начинает преследовать Бауэрса. Фрита, приехав на поле, снимает урожай пшеницы, а Рита выводит изображение с камеры на главный экран над ареной. Увидев ростки пшеницы, президент Америки дает Джо свое помилование. По этому поводу закатывают вечеринку. На ней Рита признается, что не хочет возвращаться обратно в 2005-й из-за плохих привычек, ведь о своей древнейшей профессии она так ничего и не рассказала Джо. Президент назначает Бауэрса вице-президентом. Джо отказывается, ведь ему нужно возвращаться назад. После того, как один из министров предлагает полить ядерный реактор водой, чтобы он тоже заработал как пшеница, Джо все-таки решает остаться. В итоге выясняется, что машина времени – это всего лишь аттракцион. Спустя некоторое время Джо избирают президентом Америки, а Рита становится первой леди. У этой парочки рождается трое умных детей, а вот у Фрита, который стал вице-президентом, было восемь жен и родилось 32 самых тупых ребенка. На этом фильм заканчивается. Спасибо за просмотр и до новых встреч.